Прошлый год для японской теннисистки Наоми Осаки был бурным, она впервые возглавила рейтинг ВТА и к концу года оттуда слетела. В замороженном на данный момент топ-листе Наоми, на 10-й позиции, вслед за сиреной Уильямс. Зато Осака обошла американку подоходом и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Заработать 37,4 миллиона долларов за год ей помогли контракты с японскими брендами. Из тех же источников складывается основной доход российской фигуристки Алины Загитовой, ставшей олимпийской иконой стиля. Сирена Уильямс впервые возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2004 году. К тому моменту в ее копилке было уже 6 побед на турнирах Большого шлема. У Наоми Осаки, которая в 2004 году было всего 7 лет, пока за плечами только две победы, а с Open 2018 и с Trail in Open 2019. Но именно после выигрыша открытого чемпионата США она стала одной из самых перспективных в маркетинговом плане спортсменок. До той победы, по данным Time, она на рекламе зарабатывала 2,5 миллиона долларов в год, а после уже 15 миллионов. Когда Наоми было 13 лет, ее отец отправил письмо с предложением о сотрудничестве в агентство им, работающее в том числе и с Марией Шараповой. Но тогда нынешний агент Наоми просто отправил мейл в корзину. Хорошо, что вовремя спохватился, и уже в 2016 году компания стала заниматься делами Осаки. За прошедший год японская теннисистка заработала 37,4 миллиона долларов, чем побила рекорд Марии Шараповой 2015 года. Тогда доходы россиянки составили 29,7 миллиона. Но потом Шарапова угодила в мельдониевый скандал и уже не смогла вернуться на прежний уровень. Ворваться в список самых успешных Наоми Осаки помогло, в числе прочих факторов, ее японское происхождение. Прожившая почти всю жизнь в США спортсменка в итоге выбрала спортивное гражданство исторической родины своей матери, отецу Наоми Гайтянского происхождения. Благодаря тому, что Осака должна была представлять Японию на Олимпийских играх в Токио, глобальные мировые бренды, сейчас теннисистка сотрудничает с 15 компаниями, буквально вцепились в нее, в том числе и олимпийские спонсоры, среди которых немало и ведущих японских компаний. А топ-спортсмены всегда привлекательны для богатых японских брендов. К примеру, по данным Forbes за 2018 год, японский теннисист Кёни Сикари зарабатывает на рекламе 33 миллиона долларов в год, в то время как на дали Джокович гораздо меньше 30 миллионов. Именно контракты с японскими компаниями составляют основную долю дохода и российской фигуристки Алины Загитовой. Разумеется, они не идут ни в какое сравнение с суммами, которыми распоряжается Наоми Осака. Из женщин в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов могут попасть только теннисистки. Но Алину Загитову в Японии любят, и фигуристка уже стала послом некоторых крупных японских брендов. Вернется ли Алина, недавно отпраздновавшая 18-е отелетие, в большой спорт для будущих доходов, разумеется, важно, но Загитова постепенно становится и звездой шоу-бизнеса, а значит, с обложек не пропадет. И победа пусть и в шуточном конкурсе Олимпик Ченнел, официальной медиаслужбы Международного Олимпийского комитета, ей в этом поможет. В своем твиттере Олимпик Ченнел предложил подписчикам выбрать олимпийскую икону стиля, и Алина Загитова обошла в голосовании Усейна Болта, ямайскую бегунью Шелли Энн Фрейзер Прайс и американского фигуриста Джонни Вейера.